Привет, друзья! Сегодня поговорим о сумасшедших учёных и их не менее сумасшедших экспериментах. Нет, это не те учёные из фантастических фильмов, а реальные события, которые происходили на Земле. Итак, это пять экспериментов сумасшедших учёных, которые могли привести к концу света. Кольская сверхглубокая скважина находится на Северном Полярном Круге, расположена на самой северо-западной точке России. Скважина является самой глубокой в мире, её глубина составляет более 12 тысяч метров. Бурение было начато в 1970 году и длилось целых 19 лет. Целью эксперимента было бурение на максимально возможную глубину. Также главной целью исследования было изучение верхнего слоя мантии, к которому и пытались добраться учёные. Учёные так и не добрались до верхнего слоя. Проект был свёрнут, так как температура уже на 12 тысячах метров составляла около 200 градусов по Цельсию, вследствие чего породы плавились и падали обратно на дно скважины. Кто знает, что бы случилось, если бы они пробурились ещё дальше. Тринити – это оружие нового поколения, ядерная боеголовка. Испытание Тринити было частью проекта Манхэттен. Цель проекта – создание ядерного оружия для защиты интересов США. Испытание состоялось 15 июля 1945 года и было первым зафиксированным взрывом ядерного оружия. Изначально разработка ядерного оружия в рамках проекта Манхэттен тормозилась одним из учёных, принимавшим участие в проекте. Эдвард Теллер, тот самый учёный, опасался, что после взрыва высвободится заряд мощности, достаточно для инициирования самовоспламеняющейся химической реакции азота, что в теории могло поджечь атмосферу Земли. Дополнительные расчёты доказали, что процент подобного исхода событий слишком мал, поэтому эксперимент возобновили. В итоге, после проведения испытаний было установлено, что сила взрыва была настолько разрушительной, что равнялась 21 килотонне в тротиловом эквиваленте. То есть, теоретически, сбросив подобную бомбу, можно было уничтожить как минимум большой развитый мегаполис. Проект Сети был нацелен на поиск контактов с инопланетными видами разумной жизни. Проект состоит из целого комплекса мероприятий по выявлению жизни внеземного происхождения и попытками связи с ними. А началось всё исследование, проводимых Николой Тесла. Он ещё в конце 19 века предполагал, что можно посредством радиоволн сканировать эфир космоса. Однако, страхи уничтожения в данном случае идёт не от учёных или государства, а от простых жителей из самых разных уголков Земли. Дело в страхе перед неизведанным. В данном случае можно привести пример в слова Стивена Хокинга, о том, что в истории уже были случаи, когда более развитая в техническом плане цивилизация уничтожает или подавляет менее технологически совершенное общество. 10 сентября 2008 года было официально объявлено о создании Большого Адронного Коллайдера. После этого многие учёные стали протестовать против его создания. Связано это было с тем, что, согласно теориям некоторых учёных, запуск Адронного Коллайдера мог привести к уничтожению планеты. На создание ускорителя элементарных частиц было потрачено около 6 миллиардов долларов. Ускорение элементарных частиц проходит по 27-километровой петле тоннельного типа. Далее они сталкиваются и образуют микроскопические чёрные дыры, в результате которых и была создана наша планета, как считают учёные. Противники Адронного Коллайдера считали, что эти самые чёрные дыры будут расти, пока не затянут в себя всю планету. Однако в ходе эксперимента было выявлено, что данные чёрные дыры имеют собственный предел и исчезают, достигая его. Starfish Prime был проектом, созданным для выявления способа перехвата советских боеголовок ещё на космической орбите во время Холодной войны. В 1962 году США решил проверить, что будет, если взорвать ядерную бомбу в слоях магнитосферы. Магнитосфера является очень важным защитным слоем нашей планеты. Она защищает нас от воздействия солнечных ветров. В ходе эксперимента было решено взорвать термоядерную боеголовку на 400-километровой высоте над Тихим океаном. В итоге взрыв оказался настолько мощным, что в 1500 километров от его эпицентра электромагнитный импульс оборвал линии электропередач Ашнагаваев, а также линию сообщения телефонной связи. После проведения испытаний на земной орбите образовался радиационный пояс, который рассасывался в течение пяти лет. А на сегодня всё. Спасибо, что смотрели до конца. Не забывайте поставить лайк, подписаться и рассказать друзьям о канале.